В чем разница в употреблении have got a, have gotten? Прежде всего, чтобы разобраться, мы начнем с глагола get, got, got. Итак, глагол get, глагол get – это самый популярный глагол в английском языке. Это глагол, который имеет самое большое количество значений. Одно из основных, которое – это получать. Сейчас вы видите три формы глагола to get, got, got. Три формы глагола. Первая – это неопределенная форма, инфинитив, to get. Вторая – got – это past simple, простое, прошедшее. И got – это participle to. Причастие второе, или так называемая третья форма глагола. И вот как раз эта форма нас и будет интересовать. Итак, первая форма, вторая форма, третья. Нас будет интересовать эта форма. Давайте посмотрим, как употребляется причастие got, причастие второго типа, в британском варианте. Сначала на очень простом предложении. I've got an idea. I've got an idea. У меня есть идея. В данном эпизоде have got – это разговорная форма от глагола have – иметь. Мы с вами уже об этом говорили, что в разговоре, в разговорной речи вместо глагола have британцы употребляют have got. Они говорят have got – краткую форму I've got. Кстати, американцы тоже так говорят. Следующий эпизод. I've got to leave. I've got to leave. Мне нужно идти. Мне приходится уходить. В данном случае это разговорная форма от модального глагола have to. Это более мягкая форма, чем глагол must – должен. Приходится. Have got в данном случае – это разговорная форма от модального глагола have to. Got также может употребляться в конструкции to get things done, to get things done, иметь что-то сделанным. Эту конструкцию мы также проходим в нашей первой виртуальной школе English Wave. Четвёртое. Четвёртое. Конечно, употребляется во времени perfect, в перфектном времени и passive, passive voice, в пассивном залоге. Gotten для британского варианта – это архаичная, то есть устаревшая форма, которая в британском варианте не употребляется за исключением устойчивых выражений. For example, ill-gotten wealth. Что означает богатство, полученное нечестным образом, то есть незаконное обогащение. Wealth – богатство, gotten – полученное ill – больной. То есть, смотрите, у нас незаконное, нечестное, а у них ill-обогащение, больное обогащение. Видите, какой интересный казус. Итак, это идиома ill-gotten wealth. И в этом случае употребляется gotten, а не год, а не глагол got. Если вы знаете подобные идиомы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне как-то больше на ум ничего не приходит. То есть в британском варианте слово gotten, которое существовало в среднем английском, сократилось и превратилось в got. А вот в американском и в канадском вариантах слово gotten сохранилось и употребляется в разговорной речи. Итак, gotten употребляется в американском и канадском вариантах английского языка. И давайте посмотрим, в каких значениях. Посмотрите, у нас два предложения. I've got an idea и I've got a new pen. What's the difference? Какая разница между этими двумя предложениями? Когда я говорю I've got an idea, у меня есть идея. И она ко мне пришла когда-то еще давно, может быть, год назад, может быть, на прошлой неделе. Вот у меня просто есть идея. То есть в данном случае have got означает have, глагол иметь. То есть это разговорная форма от глагола иметь. Если же вы услышите I've gotten a new pen, have gotten a new pen, это означает obtain, то есть получить. Если переводить дословно, я получила новую ручку. То есть я ее купила или мне ее подарили, а может я ее украла. Или там клептомания у меня, я взяла. То есть в данном случае я ее не просто имею, я ее как-то получила каким-то образом, вот эту вот ручку. You see? Такая вот разница. То есть если вы что-то получили каким-то образом, чего-то достигли, то есть произошла какая-то перемена, тогда это будет в канадском и канадском варианте I've gotten a new pen. Но опять же и вариант с got возможен. You see? You've gotten wet. You've gotten wet. Ты промок или ты промокла. То есть become, становиться, обозначает переход из одного состояния в другое. Человек был сухой, попал под дождь, или его, может быть, с балкона, из ведра облили водой, и он стал мокрым. Канадский, становиться, переход из одного состояния в другое. Глагол have gotten. He's gotten over the chair. Означает движение. Moving. Moved. Он встал со стула, или он, может быть, слез со стула. Ну, в зависимости от того, кто слезал, взрослый или маленький ребёнок. То есть это означает движение какое-то со стула. Встал со стула, или поднялся со стула, или слез со стула. В одном случае он вверх поднялся, в одном случае ребёнок, он вниз сполз. Да? Окей. И давайте посмотрим на разницу в значениях этих двух предложений. Первое предложение. My son has got to play football. My son has got to play football. Что это означает? В данном случае has got to – это разговорная форма от модального глагола have to. Приходится что-то делать. Have to, я напомню, это более вежливая, более лёгкая форма, нежели глагол must, должен. Но, тем не менее, в данном случае подразумевается именно такое значение. Моему сыну придётся играть в футбол, или мой сын должен играть в футбол. Ну, допустим, такая ситуация, что он хочет поехать за город на выходные, но он является, скажем, футболистом городской команды. И вот какой-то турнир, и он должен играть в футбол. My son has got to play football this weekend, или this weekend. Если мы возьмём другой вариант. My son has gotten to play football. My son has gotten to play football. То в этом случае, когда у нас got меняется на gotten, меняется и значение. И сейчас это уже значение. Well, допустим, он получил какую-то травму, но, тем не менее, смог выйти на поле и принять участие в матче. You see? My son has gotten to play football. В первом случае он должен, а во втором случае он смог. That's the difference. Вот такая разница. И давайте мы сейчас послушаем, как звучит большое сложное предложение с глаголом gotten. И если бы вчера был дождь, ты бы промок. Или если бы вчера был дождь, ты бы промокла. Звучала наша актриса из США. Под влиянием американских фильмов в британский вариант, в разговорную речь, всё же просочилась. Have gotten. В значении получить что-либо. В значении получить что-либо. То есть, как правило, не употребляется, но в качестве исключения может встречаться в разговорной речи. Итак, для новичков главное понять, для новичков в английском главное понять, что форма gotten – это устаревшая форма причастия второго got. Эта форма сохранилась в американском и британском вариантах в значении, которые я перечислила. В английском языке форма gotten существовала в среднем английском языке. Вы узнали что-то новое, что-то интересное? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И посмотрите это видео ещё раз или два, чтобы всё хорошо уложилось в голове. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.